Илья Игоревич 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 По результату погружения сдавались экзамены, причем они, еще тут надо не отмечать, все-таки дети, да, дух соперничества никто не отменял никогда, да, какой лицей там быстрее сводит информацию и там попросит следующий блок информации, да, причем это были промежуточные экзамены по каждому блоку, да, вот, какой лицей сдаст лучше всех, там, кто, допустим, после всего этого экзамена очень часто провалились алипиады, да, то есть вы бежите в лесу где-нибудь, у вас там стоит какое-то задание, вы там, грубо говоря, отжимаетесь там и вам там там какие-то там таблицы умножения, там 6х6, 36, при этом ты где-то там ползешь, какие-то препятствия там преодолеваешь такое, то есть, ну, сразу проверка, что информация усвоена, да, и что, в принципе, в любой ситуации ты ответишь на вопрос, то есть это информация осталась, вот, и поэтому вся информация, которая преподавалась, действительно, она вся осталась, и было понимание, как и с чего рисовали туда есть конспекты, да, действительно, ночами. Я ещё по себе помню тогда Очень было важным тогда для меня, когда я вот уходил в окружение мне надо было сдать внутренний экзамен, да, чтобы я мог выйти. Для мне очень было важно сдать, это как так, там, допустим, да, что я белос, да, все знают что я белос, но я не выйду в окружение, потому что все поймут, что я не сдал экзамен, какой же тогда биолог, да, или там, грубо говоря, конспекты, тогда еще были, да, то есть у нас не был в каких-то учебниках, они были внутренние, у каждого биолога была своя платочка, он старался её сделать более красивой, более понятной, до сих пор они хранятся, открываешь, смотришь, спустя какое-то время, очень довольно непонятно. И потом уже во время Марии уже пошли симбиозы, биология, потому что биология с химией неразрывная. Если мы говорим, что биологии можно хватить за две-три недели, потом вернуться к ней и повторить, то почему нельзя биологию с химией объединить, потом с географией, почему? То есть мы сокращаем время, и она является целостной картиной, в принципе, предметов. И при этом мы ещё не забываем про то, что когда идёт учебный процесс, у нас есть и хореография, и рукопашный бой, и другие предметы, и приезжают люди, которые тоже неразрывно связаны со школой. Где бы я мог, допустим, познакомиться, когда приезжают преподаватели с разным кузом, приезжают известные люди военные в разных направлениях. Вопросы можно? Вопросы можно? Да, конечно, можно. Ребята, а может вам вопрос? Будьте добры, вот сейчас вы всё это прошли, вы несёте удивительную ауру. Я там как раз последнюю неделю Михаил Петрович провёл, я видел тех, кто там сейчас есть, родители и учителя. Чтобы вы, неся это знамя дальше, предложили нам, тех, кто руководят или таким-то образом имеют отношение к образованию, сделать для того, чтобы это жило не только у вас, можно ли это передать, перенести? Или каким образом это можно сделать? На ваш взгляд, вы уже помните обвинения? Почему таких больше в школе нет? Естественно, их гения больше нет, поэтому и в школах нет. Только вы можете сами это передавать. Каким образом это возможно для того, чтобы вы могли? Кто ли выступает между начинками? Я не знаю, как. Может быть, подскажет Артём нам ещё. И поможем это. Чтобы это разостранялось, чтобы это продолжало жить. Это будет лучшая память о Михаиле Петровиче. Нас днём когда ждали, вот это самое главное для меня. Хотя у меня вот какого-то учеников садились, мои же выпускники. Вот это меня не может ждать. Как бы, вот очень забота, как это будет жить дальше. Спасибо. Давайте я попробую ответить. У нас в школе, когда мы жили все вместе, у нас именно пришло воспитание человека личности. И воспитывал не один педагог, который говорил, что мы должны себя отвести. И просто давал нам определённые какие-то знания и всё. Первое – это было становление Харашлера. Каждый лицеист отвечал за окружающего. То есть, если должна быть именно команда людей. То есть, как бы, один человек, это, конечно, может сделать, но это будет не так просто. Когда есть образцы. Если один человек нам давали в коллективе какой-то новенького, который выбивался, то есть, например, вёл себя некорректно. Или говорил некультурно. То мы все вместе, всем коллективом решали эту проблему. Мы действовали сообща. Именно благодаря тому, что мы были все вместе и едины, мне кажется, именно благодаря этому система её жила. Именно благодаря этому она сейчас и живёт. Существуют формы, при которых вы имеете право на существование в этом обществе. И это абсолютно реально. Это абсолютно реально. Почему, собственно, это не сделали так? Даже в команды от Питера. Это очень правильный вопрос. Потому что, ну, кажется, ну всё, идём в частную школу. И независимо от всех, да, возьмём все экстернаты, будем условно учиться, да. И это может быть и правильно. Просто одна есть большая, огромная несправедливость, получается в том, что Михаил Петрович считал, что его школа должна быть не просто государственной, а супер государственной. Потому что главная задача школы – это воспитание гражданина России. И он очень чётко это говорил. Может быть, это его… И он говорил, что для меня президент – это президент. Для меня страна – страна. Любое указание сверху надо исполнять. Оно запаздывает по отношению к системе, которую система запаздывает. Но надо исполнять. Не воевать системой. Он удивительно как раз говорил о том, что государственная, бесплатная, равная для всех. Это и есть та школа, которую я строю. Понятно, что мы, может быть, не имеем возможности его силы, его харизмы, его такого понимания России, да, уже сделаем что-то… ну, то, что мы можем сделать. Это тоже правильно. Но некоторое всё-таки прозвучает даже на объяснение, почему он считал, что его школа самая государственная. И более того, сейчас… Мы сейчас про это не говорим, но спор идёт по поводу пяти гектаров земли, которые оказались окружёнными виноградниками одних людей на берегу Чёрного моря, у Гережика. Сумасшедшая такая семья. Даже министр наш не знал, что эта земля была собственностью Михаила Петровича, которую он передал государству, с правом используемого государства, считая, что всё должно быть государством. Он строил дома и передавал государству. То есть, если бы он исходил из ситуации, что для себя что-нибудь… Более того, дома построенные не принимало государство, потому что уже там какие-то свои истории, да? А он продолжал, не считал. И вот сейчас только что был суд, который призвал принять это государство, государственные дома, которые он построил, и вменяется… Вот он строил… То есть, понимаете, какая-то такая аберрация, что министерство образования сегодня на все государственные действия Михаила Петровича объявляет их как раз частными действиями, что он всё действовал только в своих интересах. Это нонсенс, который нас окружает. Поэтому вы правы. Конечно, школы любые могут существовать в разных форматах. Я долго участвовал в американском движении демократических школ, семейных школ. Сегодня более 20% американских детей уже не учатся в школах. Это говорит о том, что не только наши школы проблемные. Ну, вообще в мире есть ситуация, когда дети гораздо более способны, чем то, что может дать им школа. Хотя школа считает, что вот эти способны, вот эти не способны. Но вот ситуация с Этикосом, с лицеем – это государственный лицей. Более того, федерального значения. Это единственная образовательная организация в своем стране, у которой ученицем является министерство посвящения. Почему? Потому что он считал, что я работаю на самом высоте. Это тоже уважение к нему. Он так действовал, и к нему так отнеслись. В 2010 году правительство нашей страны, которое тогда раздавлял Владимир Владимирович Путин, подписывает документ, признает этот эксперимент как самый важный, и подписывает документ, который в обязанности вменяет министерству тогда образования принять в качестве учрителя лицей коммунистического развития личности. То есть, на самом деле, все было признано, принято и так далее. Я думаю, что то, что сейчас происходит – это какая-то ошибка одного момента того, кто сегодня руководит образованием, полагая, что у них есть любая власть, и они могут этот маленький лицей убрать как помеху своим интересам. Какие у них интересы – я не буду сейчас разбираться. Но неважно – убрать лицей, тем более, что они являются учрителем. Когда ты являешься учрителем, у тебя огромная власть. То есть, вместо того, чтобы защищать лицей как учритель, Министерство просвещения воспользовалось этой ситуацией, и я считаю, что так. Я считаю, что неправильно. Я считаю, что правильно. И более того, когда Александр Петрович уходит из жизни, я сейчас не отношусь к личностям. Люди бывают разные. Собые бывают разные. Кого присылают исполняющему обязанности? Это не педагог, не педагогическое образование. Это не человек, который есть хотя бы одна секунда опыта работа в педагогическом образовательной организации. Это человек, по сложенному списку которого я сейчас не обвиняю его, потому что он на работе, его послали в служенном списке которого только ликвидация организации. Его делают генеральными предметами организации для ликвидации. Для ликвидации. Все организации, которые он возглавлял, все признаны банкротами и ликвидированы. То есть, неважно, может ли министр образования страны перед лицом всего образования страны действовать таким образом. Даже если у тебя какие-то другие идеи, ты что-то не понимаешь, приезжай, посмотри, поговори, позови, приди к нам сюда, пошли туда специалисты, которые по педагогике специалисты. Это каждое следующее действие министерства, я, и я это сказал министру, воспринимаю как абсолютный плевок, даже, ладно, в меня, хотя я считаю, что в меня, во все образование нашей страны, во все накопленное образование. Поэтому сейчас я бы разговор о том, что да можно уйти, можно тихо в траву. Так получилось, что Михаил Петрович, создавая свои школы одну, другую, третью, он на самом деле открывал дорогу для всего образования страны. Надо же было такого случиться, что перед уходом его жизни совершает Министерство спортсменов такой акт вандализма, что вдруг уход его жизни, Михаил Петрович, и все, что сейчас происходит, это уже разговор не о лицеищетине, это разговор вообще об оборудовании нашей страны, и в этом смысле мы хотим, и нам нужно, чтобы лицей был государственным, чтобы у него учитель был с самого высокого ранга, чтобы это было объявлено экспериментом, успешным, с самого невероятного результата. И понятно, что мы создаем другие школы, и создаем, сейчас много стоят разных школ, но здесь вопрос не о лицеи уже, а о образовании страны в целом. Мы все вместе пришли к ситуации, когда, как я сказал в начале, когда у нас снова появился голос, мы увидели, что король голый, что его можно не бояться, что он смешон в своих действиях. И вот эта вещь, она быстро открывает глаза всем. Я вижу реакцию на то, что мы сейчас делаем, я вижу письма со всей страны, которые приходят, и люди обнаруживают, да у нас на месте такие же истории происходят. Каким-то образом получилось, что чиновники получили невероятную власть. Бог с ним, когда это металлургия. Бог с ним, когда строят дома, хотя тоже жалко, и мы знаем, что эти истории тоже происходят. Но когда это касается наших детей, это ключевая история. Здесь президент, все, кто с ним, обязаны сто раз подумать. Я один раз отметил. Я всегда говорил, что в образовании управление не то же самое, что управление законом. По законам управления, в образовании, любое решение управленческое должно быть, я считаю на 100%, но я делаю скидку, на 80% педагогическим и только на 20% управленческим. У нас сейчас управленцы пришли вовсю, и еще эту культуру управления насаждают в школах тоже. Сегодня директора не знают, кто у них учится, не знают, кто там работает, потому что 5 тысяч, 6 тысяч, и огромные комплексы и так далее. И ничего не сделаешь. И у нас сегодня директора, это то, что раньше было заврано. Да? Сегодня директора. А директор школы сегодня как бы и нет. И вот директор школы, который отвечает за каждого ребенка, не за ребенка отвечает. А когда что-то, мы же по-самедельным знаем, когда что-то сломалось в тебе, когда секунда сомнения, когда слабость, да, директор и это чувствует. Вот он сидит в кабинете, или в своем месте, или стоит на площади, или где-то, и чувствует, что там пошла вот энергия, которой нужна помощь прямо сейчас, немедленно. И эта помощь не в том, что я спрятую и сделаю указание, кого-то накажу и так далее, а в том, что я очень внимательно подумаю, как мне это решить, педагогическими способами, а не управляющими. Еще раз, учитель, который не умеет директором, не умеет управлять в книге, он пропал. Но если он умеет только управлять, пропали дети. Да, я с этого начал. Вот в этом зазоре мы все существуем. Наш министр просвещения должна быть супер педагогом. В том смысле, что каждый раз думает, а что это будет для детей? А что это будет для детей? Значит, может быть, что не может быть, может быть наш министр просвещения права, и там страшное что-то происходит в лицее. 27 лет постоянно лицей, из него выходят такие замечательные дети. Если ты решила, что что-то страшное происходит, что-то будет так, дальше продемонстрируй мне, мне, как специалисту педагогойки, или родителю, или как гражданин страны, как ты решаешь проблему, когда она возникает. Мы сейчас увидели. Присылаются приставы, строят детей в шеренгу, и просят представиться по фамилиям, или по фамилиям вызывают. И родителям, которые считают, это их право выбирать то образование, которое они считают, это у нас присутствие написано, или в законе образования. А родители, которые не забирают своих детей, им угрожают тем, что опелка, или там еще многие службы, они с вами будут работать, и работают, где на иношке, и звонят, и требуют. И что было бы с нами, если бы вот так и пришли, как это зовут, как же забыли? Приставы. Приставы. Детей забрали, в школу обечатали. Ну что мы делали бы? Мы бы забастовку устроили, мы бы пошли бы на Москву, мы бы кричали, еще что-нибудь. Что делать, Михаил Петрович? Они вместе с командой, которая очень сильная, создают условия такие, что все родители, у которых дети в данный момент не сдают ЕГЭ или ОГЭ, потому что ЕГЭ и ОГЭ, должны поехать домой, потому что мы за вас отвечаем. И сейчас, когда нам закрыли работу, значит мы не можем отдать ОГЭ и ЕГЭ, но остальные, если вы хотите, если вы желаете, мы открываем такую же школу в пяти часах езды от СИКОСа, и там сейчас дети, 30 человек, почти 40 детей, школа продолжает действовать. На телефоне каждый день Михаил Петрович был с ребятами, которые там. Педагоги поехали туда и вахтным медом там работают. А что делается в лицеи? В лицеи! Михаил Петрович сказал так, ребята. Значит, случилось такое, что впервые за 27 лет в лицее нет детей. Это ужасно, но это дает нам шанс, дает нам шанс сейчас сделать все те ремонтные работы, все то, что мы хотели сделать, и мы не могли делать пока здесь дети. Мы сейчас можем вложиться быстро. И весь лицеи сейчас перестраивается, делается, обновляется, чтобы когда дети вернутся, чтобы там был чистой порядок, и мы этот шанс использовали, и дети учатся, и расстраивается наш лицеи. Я сейчас вам небольшую совсем, если не получите, вещь, покажу вам, как она есть, мы услышим, просто вот такие вещи, Я получаю личное ко мне обращение. Погода хорошая, солнце светит по тому, что тотально закрыто всё. Да? Это такая команда, это такие ребята, это такая сила, и всё она делается для России. Слово «Россия» звучит в этой школе чаще, чем любое имя другое. В какой-то момент даже меня это смущало, потому что мне казалось, ну как-то так вот что-то... Но я понимал, я сейчас понимаю, да, как никогда, и когда я, ещё раз, я когда приезжал домой, не пожелите полтора часа, найдите в интернете Останкина, Михаил Петрович, и так далее. Поймите, что всё было сказано уже тогда. И когда его спрашивают, когда вы уже сломаетесь, он сказал, что мне кажется, никогда меня может только остановить смерть. Итог. Это он сказал со сцены в Останке до восемьем году. И вот сейчас мы переживаем, конечно, нам очень всем повезло, что такая настоящая история. То есть когда человек живёт настоящей жизнью, то и историю, и всё вокруг него настоящее. И рождение, и становление, и зрелость, и поиск идей, и уходят из жизни. Это тоже всё по-настоящему. То, как сейчас происходит, как задвигались эти платформы диктонически, да? То есть я почти уверен, что то, что я сказал 4 сентября, я вернулся, после 3 сентября я вернулся, когда была печатная, я вернулся в Москву, и я помощнику меня сказал, что вы не понимаете, что оптикоз, вы споткнётесь не потому, что он такой ужасный, а потому, что это истина в первой станции. И вы переставьте быть помощником, министрами, у вас всё разрушится. Я не крикушествую, просто так есть, потому что там был поиск настоящего. АПЛОДИСМЕНТЫ Я понимаю, что что-то может получиться, что-то не может не получиться. Дело не в этом. Потому что уже всё получилось. Уже, понимаете, сотен вопросов, которые президент слышит, это вопрос о ТИКОСе, да? ТИКОС стоит, тот запись, который я вам сейчас дал, это 2 дня назад, когда даже намёка нет, что что-нибудь вернётся. Все ждут возвращения детей в ТИКОС, да? Они оттуда и не уходили. И мы когда с Михаилом Петровичем были в мой предпоследний приезд в ТИКОС, он мне сказал, что Артём, он, я называл этого Артём Сильвич, он, видимо, как уже самое высочайшее признание, в данный момент говорил Артём, ты понимаешь, дети из лицея ушли, а я остался. И это немыслимо. Я должен вот сейчас прямо выйти. И я помню, что мы умолчали долго, а потом прозвучало, что, конечно, дети из лицея не ушли. И это одна из вещей, о которой я постоянно говорил Михаил Петровичу, а он всё не поправлял. Вот такие, опять, фразы. Дети, посланники, будущее, они наши правильники, они всё, но мы управляем, что они из будущего, нам сюда, из будущего. И в этом смысле мы тогда поняли, где-то в середине нет актива была, что то, что происходит, это, конечно, происходит не с лицей, это происходит со всей нашей страной, и нам в этом смысле очень повезло. Я говорю, Михаил Петрович, вы здесь, вы на месте, вопрос уже не лицея, дети в стране, и в этом смысле то, что происходит, происходит с страной. Я отдельно счастлив, что мы именно здесь, в Блиотеке Фёдорова, да, вот это у нас разговор идёт, потому что и он про это говорил, и все наши настоящие философы про это говорил, и Михаил Петрович, конечно, в конце своей жизни каждое слово, мне кажется, что я, как называется, как сказал мне министр, он сказал, что я ещё докажу, да, я докажу, что вы все, тоталитарная сектор, и вы, Артём Симонович, тоже, да. И единственное, что я никому не говорил, она меня называла не Артём Симонович, а Артём Львович, соединяем моё имя, Симон Львович был мой отец, Артём Симонович, это я, я был там, это тоже, прямо по Щетинину, по Щетинину, он говорил о роде, он говорил о том, что то мы должны чувствовать, кто наш отец, верить, да, в то, что у нас крепкие роды, и так далее. И, да, и нашим министрам прямо по Щетинину, да, оговорка, прямо, вот она говорит, Артём Львович, и докажу, что и вы, тоталитарная секта, да, в конце концов, да. И сын наркоман. Это же я, да, не говорю так. В том смысле, что у нас огромная сила, и сила, у этой сила одно название, да, которое понимаешь только в такие моменты. Название – это сила правды. А можно ещё вопрос? Ещё вопрос. ребят, вы получили общий комплекс Щетинина и патриотизма, и, я бы сказала, упорство и неполиновение всему плохому и той системе, которую пытаются у нас изменить. Наверное, вы, именно вы, могли бы придумать или подумать о том, как организовать сопротивление. Ведь наверняка у вас есть адреса, телефон, выпускников школы. Объединить выпускников школы для сопротивления этой системы. Как это технологически сделать? Я думаю, что с вашим руководителем штаба это можно обсудить, потому что сейчас инструментов очень много. Мы живём от мира открытой информации. Это интернет, это и горизонтальные связи по социальным сетям и так далее. Инструментов очень много. Вот вы начинаете. Как вы думаете, вы хотите организовать сопротивление? Или вы просто проводите? Я не даю ребятам сказать, потому что слово сопротивление я смущаю. Очень сопротивляю. И это не ни слова лицея. Три дня назад или два дня назад. Все московские выпускники лицея приезжали в редакцию газеты «Первый сентября». Мы записали и общий разговор, и интервью с каждым отдельно. И это вот наша сила. Но я сейчас вещь, которая, наверное, когда-то, 1 сентября, газета для учителей, про детей перестала публиковать фотографии. То есть мы почувствовали, что мы не имеем права прикрываться красивыми детскими образами или ещё что-то. А это ещё одна вещь. Мне министр говорит, а кто сам вышел, хотя бы один гений есть в этой школе, вышел? Когда собрались ребята, все гении. Просто совершенно все гении. Это просто нашему педагогу главному это в голову не приходит. Я представляю себе, приходит ко мне министр и говорит, а что у тебя здесь семья такая? У тебя хоть один гений есть у меня? У тебя академики есть у меня? А у тебя что-нибудь? Я думаю, первые 8 лет своей трудовой жизни, я трудовой жизнью, 8 лет первые, я был уборщиком. Даже не дворником, а уборщиком. Я учился, мне сказали, что тебе дальше, чем в горнике, не пойти. Я пришёл с флота и 8 лет работал уборщиком. И что это значит? То есть эти истории, когда начинают ходить и мерить. В клетку он попал, не попал. Сколько у меня таких? Да не имеет права педагог спросить, кто вырос в этой школе. Он может только каждый человек за себя ответить. Я вырастал в этой школе, и я люблю лёжную школу. Я вырастал не потому, что я стал кем-то, 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 а потому что, знаете, как вот, я это может не под запись, да? Ну, мой отец ушёл раной жизни, а другой дедушка моих детей, он ещё жив. У меня такая глубокая, очень тяжёлая деменция. Такой было. В этом случае детей в каком-то состоянии уже отдают специальные клиники и так далее и так далее. Четыре сына старших говорят, не быть, не бывать таком. Двое жили в Америке и за это возвращаются на время сюда, на время сюда, чтобы дежурить у своего деда и чтобы быть с ним всегда до конца и никуда его не отдавать. И вот так вот они построили абсолютно работу и работу где-то ещё. Это считается. Вот ребята из лице такие, из других школ такие. Вот это считается. Считается, одно движение глаз считается, да? И как говорил мне один человек, который не была в Шукутихосе, но посмотрела всякие видео, всё, я не поняла. Я увидел глаза детей, мне достаточно, педагог с большим страшным. Мне глаз детей достаточно. Какие нужны ещё всякие догадательства? Страшно подумать, что кто-нибудь будет измерять детей, чтобы потом оценить хорошее и так далее. Другим считается, да? Войди всё считается, пойми, что там происходит, пойми, что там делается. Поэтому вы правы. Нужно сопротивляться, нужно построить сопротивление. Но мы не знаем, как это делать. Потому что на других основаниях всё это устроено. И этим пользуются они, да? Но я думаю, что всё-таки наступает новый мир. Я слышу, как реакция происходит в интернете и так далее, и так далее. Я думаю, что именно добро, правду, улыбку, открытость Люди стали сейчас нового воспринимать. И слава Богу, что эти люди, такие как министр образования и просвещения нашей страны, они себя выдают, даже не надо ничего говорить, они выдают просто своими делами. Эти дела так видны и так быстро накапливаются, что этот кум просто их снесёт, и они все... Да, не случись бы со мной ДИКОС, но я немножко вам расскажу свою встречу с ДИКОСом. Я не была выпускницей и школьницей в этом месте. Я приехала, когда там мне было 23 года. И на тот момент я сама родом из Кемения. Это областной город большой достаточно. Я уже закончила технику. Имела работу достаточно успешную. У меня очень много друзей по-прежнему. Я была актрисой театра. Ну, то есть это было моё хобби. Ну, социальная была успешна. И когда я решила это всё оставить и уехать, ну, на тот момент я тихо себя знала опять лет. И всё время сомневалась, могу ли я туда приехать. И могли бы нет. Ну, как говорится, не узнаешь, пока не попробуешь. И я решила всё-таки приехать. Все мои друзья, ну, как бы, у них были такие же выпасительные глаза, как и у вас. Что? Ты куда вообще поехал? Это какая-то секта. Это ужасно. Зачем ты всё оставил? Все только мечтают о твоей жизни. Ты куда-то там уехал и всё оставил. И, ну, как говорится, спасибо моей душе, которая была и металла, и нашла своё место, так скажем. Будучи там, я была официально, я являлась бухгалтером в этом учреждении. То есть, говорится, находилась за кадром. И уже будучи там, я поступила в высшее учебное заведение. Я не знаю человеку заочно. Только когда я получила образование высшее, только тогда меня отпустили к детям. Ну, то есть, я не имела права коммуницировать с детьми, пока не имела высшего образования и официального права преподавать. И, конечно же, я сегодня встретила Илью. Он тоже был свидетелем моего пребывания. Я, к сожалению, ему ничего не преподавала. Но он очень удивился. Вы помните меня? Это... Да, мы помним всех ребят. Потому что все друг друга знают. И мне вспоминается один случай, когда... Я думаю, что именно так поступал Михаил Троевич. Он никогда не проходил мимо ни одного человека. Какой-то взрослый лицеист. И я встретила лицеистку. Она идет с грустными глазами. Я, условно, иду на работу в свой кабинет. Она идет мне навстречу. Доброе утро, Валентина Алексеевна. И идет дальше. Я говорю, подожди, подожди, Елизавета. А почему у тебя грустные глаза? Она мне отвечает. Да вы знаете, у нас вчера было погружение по литературе. Нам задали стихотворение выучить. Уже здесь вспоминалось. Билет парус одинокий. Я говорю, ну, в чем проблема? Я говорю, ну, не получается у меня. Ну, давай присядем. И там у нас повсюду. Как говорится, есть места, где можно в единице, посидеть, побеседовать по деревьям, так сказать, в две недели. И мы стали с ней разбирать это. Ну, читаем. Читаем стихотворение. Помнишь его? Вести текст, ну, разбирать. И мы забирали строчку за строчкой, слово за словом. Я говорю, знаешь, что такое парус? Ну, ну, ладно. Я говорю, ты была на набережной у нас здесь. Ну, вот, мы же рядом с черным модемом. Ну, да. И тебе представь, что ты сидишь на другом моде. И где-то там далеко, далеко, далеко. И где-то там далеко. Представляешь? Да. И так, словом за словом, мы с ней выучили. И она буквально после беседы сразу мне его рассказала. Потому что она представила. Это самое главное, воспитывать детям образное мышление. Это было очень важно. Потому что если человек умеет выражать свои мысли, то это опыт. Я бы сказала так. И мое соприкосновение еще выражалось тем, что помимо высшего образования, экономического, филологического, я получала еще среднее специальное образование строительным. Я получила образование сварщиками. Да. И мне предоставить такая возможность на базе лицея работать. И сейчас, когда я снимаю это видео, я замечаю эту пристройку, где я своими руками варила эти балки, швейлера и все прочее. Конечно, у меня елкает сердце еще больше. И чуть-чуть забегаю вперед. Сейчас я приехала из другой страны. Я работала там бухгалтером строительной компании. Это страна Амблодеш. Как вы знаете, что премьера страны Амблодеш Кассина заключила договор с Путиным о строительстве атомной электростанции на территории Амблодеш. И, естественно, генеральным подрядчиком стал гусатом. И я уехала туда работать. Ну, вообще, устроилась туда рядовым. Но так сложились обстоятельства, что я стала главным бухгалтером одной из подрядных организаций. И самоощущение, ну, условно говоря, я бы не побывав в Типосе, я бы вообще никогда не рискнула туда пойти. Ну, условно говоря, я бы все время думала, «О, нет, ну, это вообще, я бы не достаточно знаний, я бы не достаточно умений, еще чего-то». Но именно Михаил Крович, себя у нас уверенность в том, что мы все можем. Мы уже все можем. И в моменте вот эта способность брать ответственность на себя за все, что вокруг тебя, за человека, который у тебя идет, за события, которые происходят. То есть ты влияешь на все, и все влияет на тебя. И я помню одну такую беседу в связи с тем, что там очень развито обращение наличных денежных средств. Я выдавала зарплату наличкой. И, естественно, каждый сотрудник моей организации на момент моего ухода, их уже было 126, проходил через мой кабинет, там, возможно, через стульчик около моего стола. Вот. И неоднократно, естественно, у нас случались беседы какие-то там, кто-то с этого, ну, то, что все плохо, все сложно, и все эти бенгалы, как вообще им все это объяснить. Потому что специалистами являются русские, русскоговорящие сотрудники, а исполнителями именно бенгалы. Ну, как вы знаете, это страна третьего мира, и очень мало образованных людей. И даже разговаривая с ними через переводчика, ну, очень сложно ему вообще что-либо объяснить. И вот рядом с моим столом сидит главный инженер интеллиционных работ, и все, я уйду. Они все вообще кошмарят. И вот он ругается, и я ему говорю, подожди, Леша, ну как так? Ты понимаешь, насколько им важно это? Насколько им важно эта электроэнергия? Ну, то есть уровень их жизни будет, ну, это как полет в космос. Вот сейчас то, что мы видим, и то, что ты будешь потом, после того, как запустится атомная электростанция. И ты сейчас, ты не Леша, ты не главный инженер, ты там не руководитель. Ты лицо страны. Ты должен только с этой точки зрения, ну, идти туда и работать. И, естественно, это само ощущение, то есть я себя так ощущаю, не потому что я лучше, я круче, а именно, ну, то есть я и есть Россия. И я думаю, что каждый ребенок, который вышел из этой школы, он себя так и ощущает очень масштабно. Его и голова, то есть его мышление, и его внутреннее состояние, это масштаб всегда. И потом этот молодой человек говорил мне большое спасибо, ну, он действительно остался, ну, там у нас был долгий разговор, и он делился со мной впечатлением от того, как по-другому с ним стали коммуницировать его подчиненные, когда он его изменил с отношением внутренних людей. И я, наверное, буду заканчивать. У меня вспомнился один случай, когда у нас было, ну, по-моему, скажем, совещание, у нас это называлось «Бор» с Михаилом Петровичем. И кто-то что-то говорил, потом обсуждали этот вопрос, и тут Михаил Петрович говорит «Тише, тише, тише». И наступала тишина. Спасибо большое. И наступала тишина. Мы говорим «Слышите птички?» Смотрите, солнце появилось. Видите? И тут под окнами пробегает дети, начали смеляться. Дети снаются. Значит, мы называем все-таки. Это знаковое. И вот сегодня мы с вами собрались, и там за дверью дети. И я тоже считаю, что это хороший знак. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня зовут Котин Котин Кутин. У меня мальчик отучился год после города. Он поступил в девятый класс. И вот сейчас учится поездной школе. Это отличная инициатива работников лицея и родительского комитета. Мы организовали эту школу. Никто даже не верил. И, по идее, бесплатно родители приезжали сначала. Но потом мы этот вопрос немножко решили. Но факт тот, что все равно они приезжают за копейки. А директор базы, где находится эта школа, тоже держит детей за копейки. Ну, представьте, при 35-40 тысяч стоимость путевки с лицеи, что берут 10 тысяч в месяц. Ну, просто чтобы какие-то расходы компенсировать. Вот. И то, что сделали за два с половиной месяца, это удивительно. Витамин половина тех, кто только поступил, даже не зачислен в лицей, они проучились с июля всей девочки до августа и всех убрали. И они тоже здесь, половина ребят, это именно такие, не забрали документы из лицея. Вот мы не забрали. Сорок больше, чем человек не забрали документы. Наши документы там. Родители сказали, что мы в лицее, мы не хотим никуда идти. Если вы нас не берете, мы немножко получим детей сами и вернемся в лицей. Потому что другого для себя просто не нужно. Я хочу сказать два слова историю своего от Саши. Я думаю, что эта история, скажем, на 80% людей. Он у меня очень плохо учился в школе. А в 7 класс мы его еле-еле перевели в 8. В 8. Ну, в общем, все преподаватели. Не хотел. Не то, что он неспособный мальчик. Вот его не раздражало отношения в школе. Как это все ведется. Он говорит, там придурки. Я говорю, Саш, ну как ты можешь так быть? Ну, если учитель заходит в класс и говорит, ну что? Вот именно слово придурки. Будем заниматься? А кто-то что-то не понял. Поднимает руку. Она говорит, а, Аня, дебил его два раза не повторяет. Когда вот мы говорили, вы же вы учитель. Вы же должны воспитывать. Вот про своего я говорила, ну помогите ему. А мы нет. Мы, говорит, доносим информацию. А воспитывать мы не должны. Дома сильно воспитывать. А мы только несем информацию. Усвоил? Замечательно. Не усвоил ваши проблемы. Учите ребенка с преподавателями. Классами. Вот. И вот такая была ситуация, когда он был в восьмом классе. Мы приехали на зимние каникулы в Бельце. Я случайно узнала, что там можно на зимние каникулы. Детям пробовать. Как там учились. Вот. И он буквально вот со второго дня прибегал ему все с горящими глазами. И говорил, слушай, оказывается логарифм это ерунда. Да. Слушай, а мы же степенные функции прошли. Как степенные? Десятый класс. И восьмом. И что? А география так интересна. А русский язык он терпеть не мог учить русский язык. А он говорит, слушай, я тебе расскажу, что значит это слово, что значит это слово. Это ж так здорово. И мы, конечно, сделали на бомбаре, что он пойдет туда, что надо поступить. Тридцать человек на место, вы понимаете, двоечник. Вот. Мало того, что в школе мне сказали, все остается на второй год, как хотите. Я говорю, так я его забираю в домашнее воспитание. Мне разрешили, дали мне там кучу заданий, мы с ним делали. Зачли ему там на эти все тройки. Пришли в лице и думаю, ну как быть, тридцать человек на место. Вот. А там совсем не так принимают. Вот представляете, в первый день всех от пятого класса до одиннадцатого они побежали бегом в горы. Бегом. Ну для маленьких там был один участок. А эти бежали шесть километров в горы. Бегом. И так отсеивались те кто слова. Тетя, матетя, да. Причем на привале в воду отжиматься. Приседать. И в результате прибежало из всей компании десять человек до конца. Это не значит, что других не приняли. Просто ребята, преподаватели, а там ребята бегали. Старшие ребята, которые там учатся, за командиров с ними бегали. Они просто поняли, кто чего стоит на такой экстриме. И было потом очень много других таких вот моментов, когда проверяли ребенка, как он может учиться. Как он учится, а как он может. И мне сказали, что он очень способный мальчик. А вот он был один из десяти, которых приезжал. И в результате, несмотря на наши тройки, нас приняли. Мало того, человек, который, ну как, компьютер, девочки гуляют, мальчик красивый, высокий. А тут вы сделали комендантом корпуса Родина и командиром там отряда. У него был лучший корпус, лучший отряд. Вы понимаете, что лицей с человеком делают? Он в нем изнутри его достает. И вот сейчас мы там проучились, вот эти два с половиной месяца. И я считаю, что те молоденькие, которые только что пришли, они полностью догнали все. Они полностью лицеисты. Мало того, в конце этого срока был дан концерт рядом с санаторией Березки. У меня есть запись этого концерта. Я не знаю, можно ли его показать. Давайте, я думаю, покажем просто в конце, когда все выступят. Если это получилось. Я думаю, просто попробуем, да. Попробуем. Вот. То есть это такое чудо, которое вот это увидели. Сказали, они всего два месяца. Два месяца вместе. И они так танцуют. Они так поют. Они так делают рукопашку. Все. Это же специалисты. Поэтому вот этот концерт показывает о том, что ничего больше не надо доказать у нас никаких. Нигде, ни в каком месте. За два месяца из детей никаких. Разных. Только что познакомившихся сделали такой коллектив и такое качество. «Да, здравствуйте. Значит я немножечко свое стою, расскажу о санкоспеке, санкоспеке. Это было… Я сейчас стояла читала как раз, думаю, сколько лет назад это было. Это 2004 год, 2003-2004 год, и мы в качестве врачей игры, начитавшейся в этих книг, наверное, помните, это было не столько состояния, да, когда все рванули Михаилу Петровичу в удивительную школу, и там, в принципе, чуть ли на детей не молились, то есть на вид, там чуть ли на колени, смотрели на цветы. Ну, а так как я психолог и педагог, в третьем стаже, я, естественно, смотрела изнутри, и, наверное, я не знаю, насколько, как часто это происходит, но Михаил Петрович мне разрешил жить с этими. Разрешил жить прямо в корпусе с девочками, чтобы посмотреть вообще, что происходит внутри, и как помочь, помочь скорректировать. Ошибки не все, правда, у меня всегда это нормальный процесс. И, конечно, я смотрела с разных сторон, потому что у меня специалисты немножко головного углубления. Но вот то, что сейчас рассказывали, чудеса, вот эти чудеса, я тоже к Ильюку, у меня маленький мальчик, который был в нем, приезжал в гости, но того, как он был в Шевнинской школе, я сейчас этого парня не узнаю. И для меня это не чудо, потому что, собственно, то, что мы сейчас делаем, за неделю такие вещи происходят. Потому что, собственно, вот эта природа, духовная природа, которая у нас присутствует, это необъятное, это необъятное, то, что внутри нас находится, оно находится всегда. И неважно, на какой точке человек находится. И важно только, чтобы он встретился с этим. И нужно создать вот эти условия, чтобы он с этим встретился. Больше ничего не нужно. Потому что, когда он встречается, вкуснее этого в жизни ничего не может быть. Потому что, когда это прорывается, потом это остановить невозможно. И вот об этом говорит Валерий, об этом говорит Михаил Петрович, и стоят, об этом слушали течек, об этом слушали детей. Мы об этом знаем. И вот задача к этому вернуться дать. Я привезла туда дочь свою, в принципе, первый раз мы приехали, с точки зрения того, чтобы мы хотели создать школу, чтобы поселиться. Мы создавали такое время в это поселение. И сразу на всю жизнь у меня остался братик, который сказал нам Михаил Петрович, чтобы мы уже посадили, тоже с каким же состоянием уверенным, что он сказал нам, говорит, вы знаете, что я вас во всех верю, вы прекрасны. Просто насачал вместе с собой. Ну, поскольку просто байк. Ну, вот просто байк посадила. Вы знаете, стало ключевым вообще в моей жизни. Потому что, действительно, организация была огромное количество в моей жизни. И там, когда мне через меня проходило огромное количество, я помню, как я работала, в Кеннаде, я работала. Ну, очень много всего было. Но стало самым ключевой, наверное, моментом построить панику. Потому что, действительно, когда дети становятся люди, взрослые, неважно, становятся в путь коллектива, единый коллектив, и начинают что-то делать, тогда по-настоящему видно, что это не стоит, и как вообще, что можно сделать. Разговаривать мы все очень многие многие очень многое, хорошо говорим. Но, короче, мы начинаем что-то делать. Вот, к сожалению, вот этот момент самый ключевой. У Михаила Петровича, у вас. Потому что вы здесь все, и это не у Михаила Петровича, потому что это из вас строится. Ико строится из вас. И главное, ближайшее, по-кому. Потому что, побыв там два месяца, три месяца. Я проработала три месяца, а дочь у меня пробыла два месяца. Михаил Петрович мне сказал, что некоторые здесь бывают 10 лет, не возьмут того, чтобы сделать вот это за пол месяца. То есть это не показатель вообще времени, вообще не показатель. Показатель только того, встретился или не встретился. Вот с этим необъятным. И зовет ли он тебя, зовет ли он дальше, двигает ли он так дальше. И мечта, конечно, у меня осталась в любом случае. Думаю, ну, понимаю, конечно, Тикос работает. И он будет всю жизнь работать, неважно. Потому что это уже историческая вещь, которой она никуда не денется. То есть тереть невозможно все. Уже даже, что бы мы тут ни делали, как бы мы там говорили, он уже есть. Он будет и будет все. Как Макаринка есть, Сухомлевский есть. Все. Вот Тикоса тоже останется на всю жизнь. Михаил Петрович тоже останется на всю жизнь. Это от этого уже никуда не уйти. Это наша история. И чем стоит нам гордиться на этой родине. Ну, мечта у меня все-таки осталась сделать. Делать таких много. И слава Богу, мне удавались такие маленькие чеки зажигать. И на Бали, в школу Михаила Петровича, несмотря на то, что пройдет, кажется, у меня. В Тико, в Таиланде, в школу Михаила Петровича. Потому что его ученики. Потому что зерна прорастают. Вот мне все. Кто-то мне с кем-то не давно совсем разговаривал. Я свалил. С Александром как раз. Вчера мне буквально позвонил. А в России-то есть? А? В России есть. Я сейчас к этому вернусь. И с Александром вчера говорили. Тоже к ему. И мне обстоят этот вопрос. И с вами распадем. Ну, где же эти люди? Ну, вот они такие все уникальные. Ну, где же они? Я вот, кстати, смотрю выпускники. Потому что я сказала, что выпускник поздравлял. Я вижу, как он подошел. Я вижу, как выпускники любого выпускника приводят. Посмотри на Михаила Петровича после выпускника. И я вижу их уже сразу. Это осанка. Это смерть. Это состояние, которое они несут с собой. Они несут с собой вечность всегда. И вот от нее никуда не уйти. Вот это. Не докторские, не диссертации, которые все ожидают. А вот это состояние, которое он входит, и от него выстраивается все. Его жизнь становится другим качеством. Почему мы не смотрим на счастье человека? То есть счастье — это соединение, это целостность, соединение частей, единое целое, да? Стать частью единого, стать частью вселенной. Вот этой родины, малой родины, семьи. То есть всего целого. И вот когда он становится понимать… Вот сейчас рассказывали нам, мама рассказывала, прекрасный педагог, который рассказал, как она сейчас работает бухгалтером. И она уже там пробуждает вот эту часть. Я ставлю частью единого целого. Вот этой стать частью чего-то большего. Сначала внутри самого себя, потом в одну. Вот это счастье, да? Вот это сопричастность, которую развивают в школе, которую развивают везде. Я говорю, ученики, которые выходят на дикторию Михаил Петрович. Я недавно прочла отзывы. Отзывы в море. Но когда их читаешь, просто вообще удивляешься. И вот рассказывал кто-то, правда, педагоги рассказывали о нем еще в школьные годы. Я не знаю, кто его читал, это тоже. У меня просто… Я понимаю, что этот человек вселенной уже родился изначально. Он тогда музыка учился, он тогда понял, что он… Вот аптечка, да? Все потом случилось. Он сел в лодку, вышел и стал дирижировать музыкой в лодке. То есть человек, который сам на вселенной, он не может пробудить в круглую вселенную. И самым большим показателем учеников, которые они… И они вокруг себя, как с Рафим Сарусом, спасти себя и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот вокруг себя они начинают зажигать, какие звезды. И тысячи начинают просыпаться. И вот это образа вояльния, образа воспитания. Это не слова, это не информация. Сейчас мы проводим с учениками Михаил Петровича… А, насчет того, что я мечтала, мечтала, наконец мечтала. То есть очень долго дрожалась. И наконец родили. Потому что увидела ученика, наконец, который воссоединил себе… Ну, вот этот образ целостности. Я действительно отвечаю за эти слова, потому что, когда я увидела Антония, который ученик Михаил Петрович, я поняла, что можно делать. Потому что, к сожалению, я не находила еще все-таки… Каждый несет в себе это. Но чтобы соединить, быть учителем, нести информацию, первым соединить одно, другое, третье, четвертое, дать многогранность, это не было. Когда я увидела Антония, что, в принципе, я поняла, что время пришло. И мы стали делать с ним, я ему привожила, и прием, стали делать погружение в предмет на 8 дней. Дети выезжают просто. Вот такие же мгновенные дети, как мы вам рассказали. Двоечники, троечники, компьютерные, которые вообще отторваться не могут. То есть которые… Гаджеты – это просто для него образ жизни, это все, больше ничего нет. Они вот такие вот, пальчиковые такие, пальчиковые. Вот они к нам приезжают за 8 дней. Представляете, за 8 дней они счастливы уезжают. Они соприкасаются сами с собой. То есть, а предмет – это только форма, которая, в принципе, вот… При помощи чего это происходит? Да, предмет подтягивается моментально, потому что мы это уже все. Они создали уже эту всю систему. И они уже… Это создало Азанов, это создало этот, это создало тот. То есть, это все соединило Макаренко, Сухомлинский, все это создалось. Мы не можем этим не пользоваться. Это же просто преступление, этим не пользоваться. И поэтому, собственно, мы это эксперимем. И ребята, и это усовершенство, и это усовершенство. Почему книг у них нет? Почему у них нет учебников? Да потому что невозможно ничто зафиксировать. Ты пришел, абсолютно новые глаза, абсолютно новые дети. И ты абсолютно по такому-то дарящему дерья. Согласна? Тебе добыки, которые знают, они знают, о чем мы говорим. То есть, ну нельзя ничего создать вот так вот постно и записать. Все говорят, ну почему вы не даете книги? Почему вы не создаете? Да невозможно зафиксировать, потому что это жизнь. Как нужно жизнь зафиксировать? Просоздать какую-то программу, в которой нужно что-то сделать? Ну невозможно это сделать. И вот пока мы не увидим вот эту вот грань, что все живое, мы на живое надо ориентироваться. Когда и детей будем живыми увидеть, и детей не будем делать мертвыми. Ну вот, собственно. Вы учились в лицее Щетинина. Как вы туда попали? Сначала, как вы туда попали? Ну, я изначально всю жизнь в лицее слышал. Моя мама рассказывала мне о нем еще в детстве. И жил я в таких местах, где были люди знакомые с этим лицем, соприкасающимися. Например, сейчас я не помню его фамилию. Кайдаш Сергей, я не помню его отчество. Это не обязательно. В общем, Кайдаш Сергей, он один из моих знакомых. Моей мамой я жил около него в свое время. И он тоже оказывал мне бытошкольную. Он плотно с ней взаимодействовал. И я вообще горел желанием поступить в эту школу, поскольку, потому что новое, что-то интересное, новаторское. И я с самого детства, это была моя такая цель. А в каком классе вы туда? Я окончил пять классов. Пять классов. И после пятого класса вы с мамой поехали туда? Да. Правильно? Летом. А как вы поступили? Это очень интересная история, на самом деле. Долгая. Ну, вообще изначально я помню, нас собрали просто перед административным корпусом, перед балконом. Всех поступающих. Первого года еще не было нижнего поста. А там вообще-то было 30 человек на место тогда. Там было много людей. Там собралось прямо... Это августовский набор. Августовский, он обычно самый маленький почему-то был. Но поскольку, видимо, те, кого отсеяли предыдущие наборы, они уже либо подъезжали, которые только остались... Которые остались, уже подъезжали по второму разу или по третьему. Либо уже сложили руки. А подъезжали, которые первые наборы, они подъезжали абсолютно все. Поэтому всегда августовские наборы самые маленькие. И в итоге нас собрали перед административным корпусом. Я стоял. Мы сказали, стойте здесь. Я встал, начал стоять просто. Ребята вокруг уже начали разговаривать, расходиться потихоньку. Я стоял. Не знаю почему. У меня было такое, что нужно стоять. У меня друг был знакомый. Он говорит, ну, Илья, ну пойдем к остальным. Я говорю, нет. Я буду стоять. И в итоге на балкон выходит Михаил Петрович. И я вижу его просто... Я встречаюсь с ним взглядом, и я понимаю, сколько это большая личность. Без слов. Просто по его взгляду. И тогда я понял, что все. Я точно хочу в этой школе. Я хочу с таким человеком взаимодействовать. И это было приятно. Я 10-летний матч, это было 10 лет. Я так встаю, и он поклонился вот так немножко, головой кину. Он улыбнулся, кинул мне в ответ. Это воспоминание, не знаю, очень теплое воспоминание о Михаила Петровича как о личности. Как о том, кто взаимодействовал с людьми. Сейчас как бы сформулировать это. Который вдавал надежду, не знаю. Он меня вдохновил. Только одним взглядом он смог меня вдохновить и пробудить во мне желание учиться в этой школе. Остальные ребята разошлись. Я один вот так вот стоял на пустыре. Вокруг меня стояли люди, чтобы общались, там в тенек ушли. А я вот так вот стоял, и он смотрел на меня в глаза. И это воспоминание очень, на самом деле, сильное с детства. И, конечно же, когда мы вошли туда, моя мама рассказывала дальше ее слов, поскольку мы зашли обычными мальчиками. Сказать можно так? А вышли, у всех были ровные спины, осанка, все держались. И я такой серьезный так подошел к маме и говорю, я буду здесь учиться. И я учился в этой школе, я поступил туда, как чего бы мне это ни стоило. Там была ситуация, когда моя мама хотела меня забрать из школы. И она поспорила с Ириной Вячеславовной Крыловой. Это на тот момент один из замов Михаила Петровича. И, конечно, в счете Ириной Вячеславовна меня хотела выгнать, а мама хотела забрать. Но я остался, не знаю как. И это просто Михаила Петровича, что меня настолько сильно вдохновило, что я, несмотря на все трудности, на все, скажем так, проблемы, преодолел себя и учился в этой школе. А трудно бы там учиться? Вначале было, конечно, сложно. Но вставать, я, насколько знаю, вставать чуть ли не в пять утра. По-разному режиму. Бывало вставать раньше, бывало позже. Но это все зависит от ситуации. А интересно было? Да, конечно, интересно. Каждый день интересно? Да. И это каждый день был запоминающимся, поскольку у нас в конце были так называемые огоньки. Огонек – это осмысление дня, когда мы садимся все вместе и говорим, что было особенного в этом дне. Почему именно этот день нам должен запомниться? И это очень важно, я считаю, поскольку я учился переоформулировать свою мысль. Когда я говорю перед коллективом, который сидит передо мной, там, может, не очень много человек, может, шесть, может, десять, может, двадцать. Бывало, садились всем. Прошло погружение, пятьдесят человек, мы все вместе садились, и я говорил перед всеми. И ты учишься формулировать свою мысль так, чтобы это было понятно, доступно, и в целом интересно, чтобы тебе было интересно слушать, извиняюсь. А как у вас преподавали русский язык и литературу? Я почему задаю этот вопрос? Я замечаю, что у вас очень правильная речь. Сейчас молодежь так не говорит. Значит, были очень сильные педагоги по русскому языку и литературе. Виктория Гавелко-Дыровна, я ее очень благодарен и очень люблю педагога, она очень много вложила в меня всего хорошего. Она преподавала нам русский язык, да, она рассказывала нам правила, она готова нас к одиннадцатому классу, но она взаимодействовала с нами как личность, давала нам, показала свой пример, она сама очень чисто говорила, она читала нам некоторые произведения, прямо на уроках мы набрала и читала на занятиях, извините. Это после университета у меня уже привычка так говорить. У нас никогда в школе не использовалось слово урок, только занятие. Это как бы очень, мне кажется, важно, поскольку занятие – это более правильное слово, которое подходит под нашу, именно под ту систему, в которой я был. И Виктория Гавелко-Дыровна, она, это очень сильный человек, она улыбалась нам часто, она вела с нами занятия, и она, ученица Михаила Петровича, это видно, что очень много от Михаила Петровича сильная личность. Это Михаила Петрович, как бы все педагоги в школе Личтина были сильными, потому что Михаила Петрович работал с каждым лично из них. И я не знаю, как это просто перед словами, это чувство, это ощущение, это когда ты смотришь человеку в глаза, и тебе приятно находиться на этом занятии. Я за все обучение в лицее не пропустил ни одного занятия. А что, были такие, которые пропускают? В смысле, пропускают, мысль имею в виду вообще. Вот, например, в школе часто пропустить урок – это норма. Это просто взять и не пойти на него. Я не ходил на занятия только по причине забер-болезни. Например, я заболел, только тогда я мог не пойти на занятия. И мне не было даже в мыслях, как и у всех остальных лицеистов нашего заведения, скажем так, пропустить что-либо, что-то было интересно, это всегда было что-то новое. Это было важно для каждого человека. И мы всегда коллективом ходили. То есть, как бы у нас каждый человек отвечал за каждого. А сейчас вы продолжаете общение между собой? Да, конечно, в большей степени. У вас есть какие-то контакты, вы продолжаете общаться, вы остались друзьями, что называется, на всю жизнь. Это знаете, как вот мой сын отслужил в армии, и теперь его армейские друзья, его самые лучшие близкие друзья. Но, вероятно, у вас такая же ситуация. У меня есть мой лучший друг, Егор Кюпер. Он на год меня младше. Мы с ним учились в одном коллективе, мы с ним прошли через столько, что для меня он как брат. Егор, которым я учился вместе, жил в одном коллективе. Для меня он... Я не знаю, как это, эти слова мне не объясняют. Нам говорят, напишите, объясните мне, как мы преподавали. Я не могу это объяснить, я могу это показать, я могу это передать. Но очень сложно объяснить именно обычными словами. Это состояние, это все сразу. Поскольку нам преподавали не предмет, как что-то отдельное, что-то чуть-чуть совсем. Нам нас параллельно воспитывали. Нас параллельно вкладывали какие-то ценности. Сейчас я это понимаю, поскольку я стал немного старше, я могу параллельно, что со мной было. Я понимаю, что у нас очень много что вкладывали. Патриотизм, любовь к родине, это одно из основных, именно, основных, скажем так, что в нас было вложено. Поскольку родина Россия, я общался с очень многими людьми. Нам сказали, что почему говорят, что лицеисты не очень социальные люди в итоге. Это первое, это ложь, а второе, когда только выпустил из-за лицея, я очень чисто говорил, например, просто банально. И мне не нравилось не то, что использование каких-то нецензурных слов, а также еще использование слов-паразитов. Например, блин, короче, я не использовал такие слова, никто в лицее такие слова не использовал. А выходишь в социум, люди говорят грязно. Вот вы сейчас учитесь в университете, рядом с вами студенты, ваши товарищи, которые как раз именно так и говорят. Да, умеют. Есть ли опасность того, что вы вольетесь в эту социальную среду и будете повторять их манеру, их привычки? Или наоборот, скорее вы упорно и упрямо будете делать то, как вас учили в лицее? Вот говорить так, как учили в лицее? Вот пусть вокруг все остальные равняются на вас. Есть силы, например, противостоять вот этой социальной среде? Ведь на это нужно мужество и силы. Я скажу одну вещь. Я сказал до этого, что очень важно, чтобы это был какой-то коллектив. Одному это все сделать не так-то просто на самом деле. Поскольку, когда ты один, ты можешь держать себе стержень, который дал тебе Михаил Петрович. Поскольку Михаил Петрович, он величайшая личность, он сумел все преодолеть сам. И стать настолько сильными для большого масштаба. Я хочу быть такой личностью, я стремлюсь к этому. Но это не так просто, как кажется. Я не знаю, как это объяснить. И поскольку я один сейчас, в данный момент, я кроме Егора на самом деле контакт очень близкий. Я поддерживаю только с Егором. А к социальной поддерживаю обычный контакт. Я очень близкий только с своим лучшим другом. И это сложно, когда вокруг тебя все ребята говорят неправильно. Но я заметил одну вещь. У меня сосед в комнате, когда заселился. У него мат был примерно каждое восьмое слово. Сейчас он говорит куда чище. Я ничего ему не говорил. Я ему не говорю, что это плохо. Просто, возможно, каким-то образом, потому что я говорил чисто, старался. Говорит, сосед мой второй тоже говорит чисто, довольно-таки. Возможно, это само по себе влияет на человека. Потому что очень важно, чтобы человек всегда держал себя на теле стержень. Поскольку всегда все люди держатся к чему-то хорошему. Поскольку плохое оно, конечно же, есть. Плохое считается круто. Говорить нецезурное тоже круто, правильно. Пить, курить, это же круто. Нет, это не круто. Для меня это вообще не круто и не показатель. Для меня это показатель слабости человека. Слабости. Если человек согнулся под обществом, прогнулся под этой тяжестью, значит он не стал как личность. Значит, он не может еще быть полноправным членом общества. Я не знаю, что по-другому сказать. Немножко неправильно, наверное, радикально говорю. Извините. Понимаю. На ваш взгляд, личность должна влиять на общество. Или личность должна подчиняться законам общества. Например, очень сложно попав, ну так скажем, в дурное общество. Вот, кстати говоря, Щетинин, он умудрился своей единой личностью, единственной личностью. Потому что он же такой один, повлиять настолько сильно на окружающих, что теперь целая школа Щетинина. Как вы думаете? Скажу так. Вначале нужно, конечно, только личность. Михаил Петрович говорил, что личность – это крепкий человек, который твердый в себе, как эталон. Вообще, эталон именно поведения. То есть, если человек – личность, но при этом он, например, бандит, это не личность. Это, да, может он как-то себя ведет, и он имеет по себе как определение… Извините. Есть и личное определение личности, а есть определение личности как человека, как эталон. Я склоняюсь ко второму. То есть, личность – это эталонный показатель человека. И такой эталонный показатель не может склоняться под обществом. Он является светочем, которому тянутся остальные. Он является тем, скажем так, твердым каким-нибудь высоким столпом, на который опирается, на который можно опереться, а не тем, кто валится с остальными. Личность – это сильнейшее, это правильно, нужно быть личностью. Я стремлюсь стать сильной личностью, это моя мечта. Многие говорят, что хочу стать инженером, конструктором, не знаю, хочу стать медиком, я хочу стать личностью, хочу стать настоящим человеком. Я стремлюсь к этому, и я считаю, что это никуда не меньше, это очень масштабная цель, очень большая. Хлопотович, почему мыслить масштабно и жить масштабно? Я хочу научить этому остальных. А как вы считаете, вот грандиозные планы, правильные планы? И Щетинин говорил, что если вы хотите что-то, ну так делайте, как бы. Вот ты захотел там, предположим, что-то сделать, получи инструменты, материалы, начинай. Как вы оцениваете состояние нашего общества, состояние молодежи в целом? И, вероятно, если вы хотите каким-то образом влиять на это, то придется волей-неволей включаться в какие-то общественные процессы, в общественные организации, в какую-то гражданскую позицию. Ну, то есть придется рано или поздно заняться и общественной работой в том же университете, где вы работаете, где вы сейчас обучаетесь, да? Наверное, на какой курс? На первый курс сейчас. На первом. Ну, так впереди еще целых пять лет. То есть получается, что Щетининская звездочка получает возможность повлиять на целый университет. Потому что, вы знаете, я согласна, что даже один человек, это неправильно говорят, один в поле не воин. Еще какой воин? Еще какой? Потому что, вот, например, вы резко отличаетесь в своей группе, например, от своих одногруппников в университете. На вас смотрят все остальные, включая девушек. И, конечно, девушке. Ей не интересно, например, общаться с матершинником и глупцом. Она ищет себе, естественно, в качестве друзей умного мальчика. Это естественно, это нормально. Получается, что воин таки воин. Как у вас? У нас в группе 17 девочек, а 3 мальчика. Поэтому сложимся и по краю. Значит, тогда у вас шансы очень возрастают. Потому что девочки, они смотрят на мальчиков. Как мальчик себя ведет, как он общается с девочками. Ну, это очень много. Это большой аванс. На самом деле, я когда только приехал в ВУЗ, я банально хотя бы просто держался девочкам в двери. Банально. Это норма для меня была. Из высокой выпуски своей школы Личтинина. Это норма. Вот как вы оцениваете, вот вы приехали в институт, вы поступили. Сейчас вы учитесь в группе, вы говорите, только 3 мальчика и там 17 девушек. Да. Ну, вы как вот человек из другого мира. Вы приехали, и вокруг вас девушки странные, на ваш взгляд. А вы кажетесь странным на их взгляд. Как здесь, вот как вы думаете, как в этой ситуации поступать? Скажу так. Я понимаю, что девушки не странные, они такие, как общество их воспитало. Они являются обычными представителями современного мира. Это я, получается, не норма. Марсианин. Да, марсианин. С одной стороны, конечно, хорошо. Но с другой стороны, это не очень ловко, что ли. Не очень комфортно. Не очень комфортно, да. Поскольку ты пытаешься делать что-либо. Я как бы сформулирую эту мысль. А тебя не понимают. Да. Я просто начал говорить, что я держал дверь девушкам. Вообще, если я как вот так вот с пугом, типа, ну, как бы, что с тобой не так вообще? Что с тобой, парень? Ты вообще ненормальный. Мне по-разному сказали, о чем ты это делаешь? А что именно феминистские современные общества? Вот честно, вот я не принимаю феминизм. Особенно третьей волны. Поскольку Михаил Петрович учил нас, что у каждого есть свои ценности. У каждого есть своя обязанность перед этим миром. У девушек одно, у мужчин другое. Я не говорю, что девушки хуже мужчин или наоборот. Они разные. И у каждого есть что-то свое. Я не понимаю, зачем загонять всех под одни рамки равенства. Поскольку каждый индивидуум, каждый уникален. Это означает, что у каждого что-то свое. Внутри человек, он не то, чтобы он ниже или выше. Он не равен просто. Он другой. И не нужно пытаться загнать всех в одну систему. Я понимаю, что образ управления, например, когда проще управлять садом баранов, чем профессорской делегации. Это просто банальный пример. Но нужно воспитывать в человеке личность. Поскольку именно личности строят общество и ведут страну в будущее. К чему-либо именно личности строят историю. Например, Наполеон личность? Личность. Сталин личность? Личность. А Ватя Пупкин? Мы такого не знаем. Значит, мы не знаем, личность он или нет. Возможно, он и сильный человек. Но вряд ли человек, который добился чего-то в этой жизни, не является индивидуумом. Вряд ли он так называемая серая масса. Если он смог сделать что-то великое. Я хочу сделать что-то великое. Я не хочу быть таким, как все. Ну, я так думаю, что... Скоро веками. Если вы... Нет, нет, нет. Вы хромовладец. Все правильно говорите. Но если вы оставите в себе этот стержень, не поменяете свое поведение в коллективе, то тогда коллектив пойдет за вами. И тогда вот этот самый долг перед Щетининым, будем считать, что вы его выполнили. Потому что вы, имея тот самый стержень, опираясь на него, вы заставите окружающих быть похожим на вас. Это я уверена в этом. Больших вам успехов. Спасибо. В учебе, в достижении своих целей. Я мама Али, которая сегодня выступила. Которая училась в школе, в лицее Милла Петровича. Когда... Меня впечатлило, очень сильно впечатлило, что когда он поступал, ему было еще 11 лет. И через неделю он сказал, что я так устал, мне так трудно вставать в 6 утра. Каждый день какие-то тренировки, тело устало. Я думал, зачем мне нужна эта школа? Ну зачем? Мы пообщались с Михаилом Петровичем, у меня сила духа выросла, и я хочу дальше. Вот это состояние, сила духа выросла, понятие самого... Это за какой период? За 10 дней где-то на вступительных экзаменах. То есть за 10 дней он мне озвучил то, чего невозможно, наверное, вот так взять и иногда годами даже донести до человека. И когда мне спрашивали, ради чего, вот почему у тебя сын учился в этой школе, я сказала, вот потому что есть живые примеры людей, с которых можно и нужно брать пример. Необходимо. Особенно для меня, так как я мама мальчика, это было очень важно, чтобы он вырос мужчиной. Что вас поразило за все время обучения, вот от обычной школы, вот что, в чем отличие главное? Конечно, он стал более собранный и более цельный, более ответственный, более уважительный, кстати, ко мне, как к матери, и к семье, и к роду. То есть очень много чего изменилось. А в каком возрастном периоде он учился у вас? В 12 лет, ну, почти 12 и до 15. А, вот так, правильно. 15,5. За 3 года он закончил 11 класс, и сейчас он в Тимрязевской академии учится. За этот период он что освоил, вот такого, что вы не ожидали, там, предположим, что он научился делать, скажем так? Да, научился-то, в принципе, он все, он ничего не боится делать, и руками он может делать, и соображать хорошо, и преподавать может предметы. Вот эта уверенность в себе, да, что я могу, я могу и делаю. Но для меня было потрясением больше всего именно вот эта фраза «У меня выросла сила духа, и я хочу дальше». То есть ему давали даже преподавать, да? Ну, в школе, конечно, он преподавал, но он после школы, его просили помочь девочке, наши друзья, говорят, наша девочка отстает полностью на твой, как математика. Он ее перевел почти на пятерку, и она закончила ЕГЭ очень успешно. Слушай, нашим... Ну, вот это уже результат, да. Да, ну, так, он его просили, просто к нам обратились за помощью, и сработало. Потом он преподавал волонтерские, друзья тоже, ну, мы ездили в волонтерские в некоторые места, и он преподавал там математику. И, ну, везде, на самом деле, самые большие отзывы благодарности, только это я слышу, там, где пишут, там, где говорят спасибо за то, что он так это смог. Ну, это он научился в лицее, конечно. То есть, в общем, даже вы оказались впечатлены от школы? Да, да, ну, просто для меня сама личность Михаила Петровича, мне кажется, очень какая-то мощная, служащая, дарящая. И вот этих примеров, они настолько важны, и те ребята, которые вот это... Он антизерно щедро дарил и сеял ребят. И я очень... Я уверена, что они будут прорастать. Это необходимо. Это, ну... Ну, иначе наша эволюция, как людей, может закончиться. Тогда последний вопрос. Что сейчас ваш сын делает, куда собирается после школы, какие у него мысли? Он сейчас учится в Архимирязевской академии, архитектора ландшафта. Вот, видите, значит, все пошло. Да? Он учится, он учится, еще думает о том, чтобы все равно преподавать, потому что, я говорю, эти ребята, они бесценный кладезь, как передать знания без излишнего напряжения, и дать понимание предмета, сути предмета, чтобы легче потом двигаться с учебниками, со всем остальным, что, может, даже ограничивает.